Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей моего канала и сообщить, что у нас сегодня вновь долгожданный и любимый моей аудитории гость. Григорий Тамар, рыцарь Иерусалима и капитан армии обороны Израиля в запасе. Я вас приветствую, Григорий. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Добрый вечер. И тут же хотела бы еще сказать, что у вас есть прекрасный свой YouTube-канал, на который я рекомендую всем моим зрителям подписаться. Это с одной стороны, а с другой стороны вы еще и ведете прекрасные экскурсии по Иерусалиму и не только. Поэтому я вас тоже, если позволите, прорекламирую в этом качестве. Я буду очень вам признателен и надеюсь, что те из наших зрителей, кто решит прибегнуть к моим услугам профессиональным, не будут разочарованы. Григорий, вы, наверное, подозреваете, почему я вас в столь поздний час накануне решающего дня саммита НАТО потревожила. Я думаю, что вы понимаете, что я вам буду задавать всякие такие каверзные вопросы по поводу того, почему этот альянс такой инертный. Вот эта инерция при колоссальных деньгах, то есть он дорогостоящий и неподвижный. У меня есть моя точка зрения, я вот ее выражу и потом буду вас слушать, которая заключается в том, что, по-моему, там две составляющие. Одна — это прекрасная военная составляющая, то есть действительно бравые генералы и высоко квалифицированные солдаты и офицеры. Это все есть, это все не только на бумаге, но и фактически присутствует, это все замечательно. А с другой стороны, там есть какая-то номенклатурная верхушка по типу распределителей каких-то социалистических систем, живущие в военном коммунизме и ездящие по разным там городам и вельсам, которые постоянно что говорят, летают хорошими самолетами, живут в хороших городах. Это большой такой уже, как бы такой на этой системе образовался класс этих распределителей. И вот у меня почему-то возникло такое ощущение, что между ними внутри есть определенные, так скажем, разногласия между тем, как бы хотели действовать военные и как всё ещё аморфно, инертно и, в принципе, в несоответствии с вызовами сегодняшнего дня действует НАТО. Это созданное ради единственной цели – противостоять угрозе, исходящее от Советского Союза. Ну что это такое, когда вот вдруг начинаются пока… Вы знаете, в пятом, шестом, седьмом параграфе тут бумажками нам… Вот, например, если послушать риторику российской власти, Путина, всех его каналов, всех этих пропагандистов, то там прямо говорится, что Россия, дескать, воюет с НАТО, то есть перчатка брошена. Нравится это Альянсу, не нравится, оборонительный он или какой – это весьма унизительно. Вот так реагировать на вызов, который всё-таки звучит и висит в воздухе, извините меня, уже давным-давно, а уж последние полтора года, так это просто полномасштабное вторжение России в Украину, вы меня извините. Но это, как вам сказать, использовать со стороны НАТО Украину как живой щит и говорить, нет-нет, это не наша территория. Он говорит, да нет, говорит им на это Путин, я с НАТО воюлю пока, пока, говорит он, на территории Украины. Но интересы у него типа того, что всякие разные, грозится бомбить Варшаву, куда он только не грозится. И вы меня простите, пожалуйста, но когда такое было? Если перчатка брошена, то разве уместно, прикрываясь какими-то бумажками или ещё чем-то, говорить, это он блефует, да не слушайте вы его, дурачка, подумаешь, какая разница, это всё пропаганда, это всё не так, о, если бы мы собрались, о-о, мы всё устроили. Ну так как это же, понимаете, эскалация третьей мировой, зачем нам это делать? Мы лучше дальше будем ездить по разным красивым городам Европы и рассказывать, какие вы молодцы. Вот скажите мне, пожалуйста, извините, что долго, Григорий, что нам с этим делать? Как в Украине побыстрее всё-таки попасть под этот волшебный зонтик НАТО? Ну, представляя меня публике, вы совершенно справедливо отметили, что я рыцарь. Но, послушав ваш монолог, я должен заметить, что здесь, по меньшей мере, существует ещё один рыцарь. И это вы, потому что вы столь пламенно и столь показательно, используя такую, очевидно, рыцарскую риторику, продемонстрировали свою приверженность понятиям чести и достоинства, то, что, конечно, эти слова могут произнести только самые пламенные и подлинные рыцы. И это, конечно, делает вам честь. Однако, вы знаете, когда в геополитике люди пытаются руководствоваться соображениями рыцарства, иногда бывает, что это заканчивается не очень хорошо. Я приведу лишь один исторический пример, однако он будет понятен для многих. В своё время Николай II из соображения рыцарства объявил войну в Германии и потерял жизнь и империю. Поэтому не всегда соображения рыцарства в геополитике применимы. Тем не менее, вы упомянули во время вашей пламенной речи по поводу противоречий, которые в НАТО имеются, и я с вами совершенно согласен, они и там имеют место, но я бы их немножечко иначе обозначил. Я думаю, что это противоречие не столько между чиновниками и генералами, сколько между различными странами, которые этот блок и альянс составляет. И здесь, как я уже многократно говорил, есть с одной стороны англосаксонские ваши союзники и друзья, таких государств, как Великобритания, Соединенные Штаты, ну, в меньшей степени, однако, Канада, Австралия. И, с другой стороны, такие страны, как Италия, Франция, Германия и так далее. Ну и есть страны меньшие, может быть, менее значительные сочинения экономики, однако воли у судьбы, ставшие не менее значительными в геополитическом смысле, например, таких государств, как Польша, Финляндия, недавно вступившая в НАТО, имеющая четверть миллиона сухопутного войска потенциально. Так вот, конечно, этот блок неоднороден, но вы знаете, я, может быть, сейчас скажу фразу, которая разочарует или, может быть, даже рассердит многих украинцев. Вот, мое личное мнение, Украина не будет принята в НАТО. А если будет такое предложение поступать Украине, то произойдет это в невероятно драматических и сложных для Украины обстоятельствах. Например, вот недавно заявил президент Чехии Петр Павел, что данное наступление, он об этом говорил уже и в прошлом, и я в этом отношении с ним согласен, я также считаю, что данное наступление, которое, как любой процесс, имеет начало и конец, которое предпринимает сейчас ваши вооруженные силы, и которое, безусловно, закончится определенным успехом. Масштабы этого успеха нам пока что не дано предвидеть, но я подозреваю, что оно будет успешным, будет разгромлена значительная часть российских войск, будет освобождена, безусловно, определенная территория вашего государства, захваченная российскими оккупантами. Однако, естественно, рано или поздно вы встанете в оперативную паузу, потому что, наступление, исчерпает свой наступательный потенциал. И вот в этот момент я вполне допускаю, что, стремясь оказывать давление на вашу геополитическую верхушку вашего государства, на ваших лидеров, Запад коллективный будет соблазнять вас перспективу не вступления в членство НАТО, как разменная монета для того, чтобы усадить вас за стол переговоров о прекращении огня или других каких-то договоров. при других обстоятельствах я не вижу перспектив приема вашей страны в НАТО. Но почему-то в вашей стране воспринимается среди многих людей идея вступления в НАТО, как какая-то панацея для сохранения вашего суверенитета, какое-то базовое условие для дальнейшего развития. Я совершенно так не считаю. Я считаю, что ваша страна имеет достаточно ресурсов, возможностей для того, чтобы, используя, безусловно, и развивая сотрудничество с западными странами, с вашими союзниками, разгромить агрессоров и добиться безопасности и достойного мира. Я считаю, что это возможно без того, что ваша страна будет формально принята в блок НАТО. Более того, я считаю, что необходимо стремиться сегодня к формированию нового геополитического союза, о чём я много раз говорил, под эгидой, под лидерством Великобритании и, используя потенциал скандинавских государств, таких государств, как Польша, страны Балтии, вот, формировать новую политическую, геополитическую реалию на Европейском театре сегодня для того, чтобы потенциально сдерживать угрозу с Востока. Правильно ли я вас поняла? Мы как-то раз даже делали с вами программу, очень интересную, если кто-то из наших зрителей не видел, посмотрите, про, как вы очень образно выразились, британскую шпагу на континенте. У историков есть такой термин, что Британия всегда использовала политику шпаги на континенте. Получается, что не лучше ни опираться на надёжных друзей, которые показали себя в беде, у которых всё однозначно как раз, и с которыми мы наверняка будем всегда побеждать любую агрессию или даже предотвращать саму угрозу такой агрессии. Знаете, я вам хочу сказать больше. Вот вы в военном отношении смогли на данном этапе вырвать инициативу на поле боя у врага. И сейчас украинская армия имеет инициативу. Это, кстати, важнейший и первый фактор для достижения успеха на поле боя. Однако политическая инициатива сейчас вашим руководствам утрачена. Хотя были периоды, когда вашему руководству удавалось держать политическую инициативу в своих руках. А теперь давайте посмотрим на этот конфликт сейчас немножко с другой стороны. Вот чего опасаются американцы? Ну вот я слушаю тоже американских аналитиков, в основном тех людей старой, так сказать, закалки, старая гвардия, люди, которые уже ушли давно с должностей, ушли, находятся на пенсию, которые еще помнят и их пик политической карьеры приходил на последние годы Холодной войны и так далее. Все они говорят о том, что Соединенные Штаты более всего боятся ситуации, при которой Украина разгромит Российскую Федерацию и Российская Федерация развалится на несколько государств или несколько десятков государств образований. И в результате возникнет геополитический вакуум, который тут же заполнит Китай. И таким образом Китай невероятно усилится, и ему не сможет противостоять, ну как бы намного будет сложнее противостоять Соединенным Штатам. И в этом есть, наверное, большая доля истины в таких опасениях. А теперь давайте посмотрим на это иначе. Может ли Украина в одиночку заполнить, так сказать, собой вот этот геополитический вакуум, который бы образовался, если бы Россия лопнула, как мыльный пузырь, как геополитическое образование? Нет, у Украины ресурсов недостаточно. А если бы завтра в Восточной и Центральной Европе появилось некое образование политическое, ну назовём её условно, не цепляйтесь сейчас к термину, назовём её условно речь посполитая, чтобы было понятно по историческим аналогам. То есть равноправный, равновеликий союз Центрально- и Восточноевропейских государств, таких как Украина, Польша, страны Балтии, возможно, Молдова в перспективе, возможно, Чехия, Словакия, Финляндия, Швеция. Такой конгломерат, который бы мог своим масштабом, своими ресурсами, своим потенциалом, да, заместить Россию на вот этом вот геополитическом пространстве в случае, если бы Россия как политическое образование перестала бы существовать. То есть если бы Америка увидела подобную альтернативу, возможно, у вас бы появились и атакамсы, и другие какие-то виды вооружений. Но для того, чтобы эта инициатива Америки была озвучена, её же нужно формировать. То есть для этого ваши политики должны, так же, как ваши военные вырвали инициативу на поле боя у российских своих оппонентов, так же ваши политики должны формировать повестку. И в последнее время этого не происходит. Я понимаю, с другой стороны, что ваш президент, он тоже не железный. И тот уровень нагрузки, который навалился на его плечи за время этой войны, он не поддаётся осознанию даже. Я не представляю, как этот человек вообще функционирует до сих пор. Но тем не менее, он же там не один, у него же есть коллеги, у него же есть штат сотрудников. Мне кажется, такая повестка должна формироваться. И если бы это было заявлено, во-первых, это моментально было бы оценено кремлёвским руководством. И, возможно, это имело бы очень сильное психологическое воздействие на кремлёв. Во-вторых, это и западные игроки, такие как прежде всего Соединённые Штаты, но также могущественные государства Европы, такие как Франция, Германия. Они бы тоже не остались равнодушны к подобным инициативам. Знаете, что очень интересно? Если проанализировать, как разваливались империи, то это, безусловно, происходило по-разному, но всегда к лучшему для тех, кто эти империи населел. То есть я вам вот что хотела сказать, что мне очень показалось жизнеспособным в вашем предложении. Это если бы такая конгломерация возникла фактически по всей протяжённости, можно сказать, во всяком случае, в европейской части, границ с пока ещё Российской Федерацией, то находящееся там внутри, когда бы стали более явственно понимать, что, допустим, Ингерманландия будет управляема скандинавскими странами, например, Финляндии. Тем более, что, например, Выборг давно уже пора было бы вернуть, потому что он был оккупирован, понятно, при каких условиях, и почему-то это не было пересмотрено по итогам Второй мировой, то есть нападение на Финляндию в 1939 году, которое осуществил Сталин. Фактически все эти земли, которые он вот таким вот образом захватил, зверски, они же ведь по-прежнему в данный момент являются всё ещё частью Российской Федерации, формально аннексированной. И все эти земли, они же, понимаете, так или иначе, и даже Санкт-Петербург всегда очень тяготел к Финляндии. Там ведь были всегда у них налажены отношения, там давали визу. У трёх почти миллионов жителей Санкт-Петербурга всегда была вот такая упрощённая виза, хотя и шенгенская, но, в принципе, рассчитана именно для путешествий в Финляндию почти что на каждые выходные. То же самое можно сказать, соответственно, про среднюю европейскую зону. То есть когда будет видна очевидная перспектива, к кому и как они могут примыкать, то они вернутся к пониманию того, что, в принципе, все эти земли, и даже когда она называлась Российской империей, всё равно это было в какой-то степени внешним управлением, которое шло вот этой самой России только на пользу. В данный момент даже без сарказма, как они говорят про свои санкции, а в данном случае в прямом значении этого слова, то есть цари, немцы, в последнем уже 98 с лишним процентов немецкой крови, все немцы-цари брали себе немок в жёны, двор разговаривал на французском, только там какая-то вот чернь малообразованная пользовалась русским языком, на котором мы сейчас с вами на ней общаемся. Но по большому счёту такая конгломерация, она не только была бы чрезвычайно эффективной и помогла бы быстрее эту визию для всего мира образовать, но и внутри самой России, не только в Кремле, но и также у граждан, или у заложников, точнее сказать, этого Кремля, появились бы более-менее ясные перспективы, кому и кто может каким-то образом, не то чтобы, знаете, присоединиться, но хотя бы получить вот это самое внешнее руководство. Я вам хочу сказать, вот вы упомянули такой момент, распад империи. В новейшее время все империи, которые разваливались, они разваливались по одной единственной причине. А империя оказывалась втянута по тем или иным причинам в войну, которой она была не в состоянии выдержать и вынести на своих плечах. И по этим причинам, собственно, все без исключения империи, которые разваливались, не разваливались по этой причине. И Османская, и Немецкая, и Российская, и Австро-Венгерская империя, и Британская империя, которая надорвала свои ресурсы в Первой и во Второй мировой войне. Поэтому Владимир Владимирович мог бы себе править, так сказать, ездить на парады, участвовать в танковом биатлоне. И ему Запад только что не задницу целовал. Но он втянул страну в войну, никому не нужную, преступную, которая и положит конец существования его империи так или иначе в той или иной форме. Я не знаю, чем это закончится. Тем, что его повесят вниз головой, как Муссолини, или передадут в Гаагский суд. Но в любом случае участь его будет плачевна. И я, со своей стороны, конечно, могу лишь надеяться, что в России придут к власти демократические силы, которые будут проповедовать принципы гуманизма и демократического устройства общества и мирного существования с соседями. Но будем считать, что это моя такая вот утопическая фантазия. Но, тем не менее, конгломерация, о которой вы сказали, она была бы, конечно, очень свежим таким взглядом. И в том числе в сочетании с военными союзами, которые могли бы вновь возникнуть. То есть это всё могло бы очень существенно проветрить. Вы сказали слово «проветрить», а у меня на языке вертелось слово «освежить». Так что вы практически у меня сняли с языка. Потому что, понимаете, мы как бы всё время в одних и тех же этих ментальных конструкциях находимся. Вот, значит, президент Порошенко внёс в Конституцию необходимость Украины следовать путём именно в НАТО. Соответственно, не знаю, вот хочу у вас спросить. Скажите, пожалуйста, а вот в Конституции Финляндии было нечто подобное закреплено? Знаете, я не знаю, насколько это было. Очень сомневаюсь, потому что Финляндия как раз-таки до начала этой войны проповедовала последовательно позицию неприсоединения и позицию нейтралитета. Именно тот факт, что она была абсолютно нейтральной страной и заставляла её иметь достаточно внушительные вооруженные силы. Вы думаете, население страны около пяти миллионов, и она может поставить под ружьё четверть миллиона солдат. Я немного знаю стран с таким мобилизационным потенциалом. Ну, наверное, только Израиль может сравнить. Так что, в общем, Владимир Владимирович сделал максимум усилий для того, чтобы условный Запад максимально сплотил свои ресурсы для противостояния тому, что сегодня называется и без оснований, так сказать, российской угрозой. Смотрите, я прекрасно теперь поняла стратегию таких шагов, которые можно сделать, во-первых, не находясь в постоянной перепалке с откровенными Путин-Ферштейерами, то есть не находясь, не тратя свои силы на правительство Венгрии, на каких-то ещё по какой-то причине очарованных кровавой войной, ну, сейчас не будем их обсуждать, а начать делать какие-то практические шаги и не терять время попусту, я бы даже так сказала. Но в то же время, в то же время, понимаете, в чём дело? Я искренне возмущена тем, что все страны, входящие в Альянс, столько денег тратят на него, что каждая страна финансирует всю эту, в общем-то, избыточную, как показала практика нынешней войны, ну, как вам сказать, роскошь словесных атак, так бы я сказала. Вот это всё финансируется очень густо странами. Страны декларируют, что Россия их главный враг для всего Альянса, это они уже сделали сегодня. Но, тем не менее, я не совсем понимаю, что этот Альянс готов лично сам сделать для того, чтобы, наконец, этот главный враг их был остановлен, и тогда бы, в конце концов, они бы соответствовали цели своего создания. То есть меня всё равно раздражает, что этот массивный существующий военный Альянс не выполняет миссий, ради которой он был создан. Хотя я согласна с вами, чем тратить время сейчас настолько дорогое, лучше действительно делать такие шаги, которые зависят только от нас, а не дожидаться, пока Венгрия снимет вето. Вы знаете, я в защиту НАТО могу сказать следующее. Смотрите, я в целом, конечно, понимаю ваше раздражение, и я думаю, что большинство тех тезисов, которые вы озвучивали, они, конечно, имеют место. Но давайте вот немножко под другим углом посмотрим на это. Мы возьмём, например, такое государство, как Испания. Совершенно очевидно, что её военный потенциал крайне ограничен. Однако она является членом НАТО. И когда речь зашла о том, что необходимо обучать ваших военнослужащих, они обучались в том числе и на территории Испании. И обучались они по стандарту НАТО. То есть те инструкторы, которые их обучали, испанские военнослужащие, они соответствовали стандарту НАТО. То есть вот эта вот стандартизация, чем в том числе и отличается вот этот могущественный блок, это тоже некое достижение, которое дорогого стоит. И неважно, этот инструктор, он в Испании или в Эстонии, или там в Чехии, в государствах, которые уже очень многолетние принимали участие в боевых действиях. Однако изначально эти стандарты формировались такими странами, как Соединённые Штаты, Великобритания, странами, которые имеют серьёзный боевой опыт. И, соответственно, вырабатывался стандарт общепринятый. И уровень учения, экипировки, тактические приёмы, военная доктрина – всё это было стандартизировано. Это и позволило обучать ваших военнослужащих на территории очень многих государств. И давайте вот возьмём, например, сейчас мы говорим про лётчика. И в Дании они обучаются. Ну, можно сказать, какие же датчане вояне? Да, датчане уже очень много лет принимали участие в боевых действиях. Но это неважно. Учились-то они по стандартам НАТО. И там же, ну, на Западе это же не уроки вождения в школе ДСАФ, или там, я не знаю, когда права нужно получить в России, что там дал, взят, то и получил. Там же нету таких вот возможностей обойти правила, уставы, законы. То есть они же невероятно бюрократизированы. И в данном случае это хорошо, потому что вот человек должен пройти обучение от А до Я. Пока он там его не закончит, он не… Там все нормативы не выполнит, всё, значит, он его не завершит. Я просто, ну, знаю, как, допустим, в Израиле это делается в армии. Я понимаю, что в НАТО примерно такой же… Смотрите, если я вас верно поняла, то то, что Украина уже имеет от НАТО, это большой плюс. Они сегодня это тоже повторили, завтра, скорее всего, это будет в итоге в этой декларации. То есть имеется в виду, что они и даже специальный такой какой-то орган создают для лучшей коммуникации, доводят стандарты, стандартизируют украинскую армию полностью по вот этому самому образцу НАТО. То есть все эти тренировки, экипировка и всё-таки большая долгосрочная программа по помощи именно вооружениям – это всё тоже будет. И, в принципе, это тоже не так плохо, если особенно посмотреть, например, Израиль, который не является членом НАТО, однако чрезвычайно боеспособный и эффективный. Ну, я тут хочу заметить, что не являясь членом НАТО, однако Израиль постоянно участвует в различных учениях с теми или иными странами, которые входят в этот альянс. Ну, конечно, прежде всего, Соединённые Штаты, Великобритания, такие страны, как Греция, иногда Италия. То есть учения, они проходят ко всеобщей, так сказать, выгоде, и хотя Израиль действует по своим стандартам, они отличаются от натовских во многом, однако эти стандарты обоюдопонятны. То есть когда там натовские специалисты с нашими взаимодействуют, то они говорят профессионально на одном языке. То есть они понимают логику этих стандартов. Ну, представьте себе Суровикина, который участвует, ну, допустим, не было войны между вашими государствами, да, и вот не было вот этого вот сейчас раскола между Россией и Западом. Представьте, генерал Суровикин руководит российской группировкой учения СНАПа. Вы представляете, там, как бы натовцы на это все смотрели, на эту весь. Давайте не будем выражаться в эфире, так сказать. Поэтому сейчас армия Украины претерпевает системную эволюцию. И то, что на поле боя вам удается доминировать на сегодняшний день, это результат не только героизма и персонализма ваших военнослужащих, но и результат этой системной эволюции. Потому что столкнулись две военные концепции. И западная концепция, в парадигме которой развивалась ваша армия в последние 8 лет, продемонстрировала большую состоятельность профессионалов. Отличительной чертой, кстати, украинской армии сейчас. И преимуществом по сравнению с армиями НАТО является тот момент, который на сегодняшний день присущ только вашей армии. Нет другой армии в мире, которая имеет такую характеристику. Ваша армия сегодня может в правдой степени применять виды вооружений, которые использовались в позднем Советском Союзе, и натовские образцы вооружения. Это единственная армия, которая может это делать в боевых условиях. И кроме того, получается, что мы не стреножены, в отличие от стран-членов Альянса. То есть мы не должны ни с кем ничего согласовывать по поводу того, как будут дальше происходить какие-то действия. Военно-политическое руководство Украины, и в частности военное руководство, принимает самостоятельно решение о том, как оно будет готовить к операции по поводу происходящих. Я в этом отношении с вами не соглашусь. Я считаю, что степень координации между вашим генералитетом и генералитетом США и Великобритании степень координации очень высокая. И я уверен, что американские партнеры были интегрированы на самом высоком уровне в подготовку нынешнего наступления для консультации и координации действий. У меня нет в этом никакого сомнения. Однако понятно, что степень вашей автономии сейчас она выше, чем если бы она была в случае, если бы вы являлись членами этого альянса. Тогда давайте плавно перейдём, раз уж мы коснулись Израиля, к ещё одной теме, которую я сегодня очень хотела обсудить. Очень много спекуляций. Я знаю, что они именно спекуляции, но я бы хотела попросить вас рассказать, почему и зачем, во-первых, это всё муссируется, тем более, что это неправда, ну и вообще, как пришло в голову так интерпретировать некоторое высказывание, что газеты стали печатать, будто бы Израиль даёт какие-то свои высокие технологии России, чуть ли не ланцет благодаря этому создан. Хотя совершенно очевидно, что если Израиль давал давным-давно когда-то что-то уже отжившее просто 50-летней давности, и то это там как-то хватает на какие-то производства очень убогих на сегодняшний день образцов российских, то, разумеется, что Израиль сейчас не давал и не даёт ничего высокотехнологичного. Ну, по целому ряду причин. Это и так очевидно. Если бы что-то было бы иначе, то и технологии были бы другими. Там. Ну, давайте разберёмся сейчас по фактам, пройдёмся. Да. Значит, между Советским Союзом и Израилем были крайне враждебные отношения, настолько враждебные, что война, которая длилась с 1967 по 1971 год между Египтом и Израилем, называется «Война на истощение», но второе её название — это «Израильско-советская война». Так вот, за время этой войны на территории Синайского острова было убито израильскими войсками, уничтожено более 200 российских военнослужащих. За четыре года. Ну, просто, чтобы мы понимали. Так что отношения между Советским Союзом и Израилем были крайне враждебные, доходящие до открытых столкновений. Есть масса, к примеру, воздушных боёв, которые постоянно заканчивались полным разгромом советских лётчиков, ну и так далее. Дипломатические отношения между Советским Союзом и Израилем были восстановлены буквально за несколько месяцев до развала Советского Союза, именно в 1991 году. Я уезжал из Советского Союза в 1990-м, осенью 1990-го года, и по советскому закону был лишён советского гражданства за факт, что я декларировал стремление уехать в государство Израиля, репатриироваться. Так, в 1990-м году, на фоне перестройки, там классности, Горбачёва, вот так советские законы действовали. Соответственно, когда Советский Союз развалился, политика России, в силу того, что её определяли те же самые чиновники МИДов, которые учились по советским методическам, она была достаточно к Израилю враждебной. В 2005-м году в Израиль прибывает Путин, и начинается как бы новая веха в российско-израильских отношениях, такое потепление. И не надо думать, что это произошло потому, что Путин горячо полюбил евреев или Путин горячо полюбил Израиль. Были определённые общие интересы на Ближнем Востоке, и было принято прагматическое решение российской стороной, что с Израилем лучше отношения укреплять. В рамках этого процесса нормализации укрепления отношений было также сотрудничество и в сфере оборонной промышленности. Кстати сказать, похожие параллельные процессы происходили и между Израилем, и Украиной. И я, например, был сопричастен посвенно к одному проекту, который касался технологий и бронирования техники, те различные навыки и профессиональные знания, которые имелись в Украине, ими Украина делилась с Израилем, а Израиль делился какими-то другими навыками, профессиональными наработками, технологиями. И, между прочим, Израиль предоставил в те времена Украине различные патенты для производства тех или иных видов вооружений. И, например, в Украине производилась, не знаю, производится ли сейчас, винтовка Тавор израильская, штурмовая винтовка, кстати, довольно хорошая. Так что эти процессы были так же, как между Израилем и Россией, так же между Израилем и Украиной, они параллельно, так сказать, разбивались. В 2010 году Израиль продал России технологию по производству разведывательного беспилотно-летательного аппарата «Серчер», который в Израиле разрабатывался в 90-е годы, и к 2010 году для Израиля он был воспринят как устаревший, потому что израильская авиационная промышленность развивалась и продолжает развиваться очень стремительно, и за два десятилетия пришли к пониманию, там, за 25 лет, что это вид летательного аппарата, он для Израиля является устаревшим, и тогда израильтяне решили продать эту технологию России. Подчеркиваю, произошло это в 2010 году, задолго до крымских событий. В 2014 году, после крымских событий, когда западные страны предприняли по отношению к России ряд экономических санкций, а Израиль следует фарватере внешней политики Соединённых Штатов почти по всем вопросам, Израиль присоединился к этой санкционной политике в сфере вооружения и прекратил предоставление России комплектующих для этих летательных аппаратов. В связи с чем Россия пошла по принципу товарозамещения, как они очень любят это называть, и стала производить в дальнейшем этот летательный аппарат из российских комплектующих, что повлияло на его тактические характеристики и на дальность полёта, и на высоту полёта, и на маневрность. Однако они продолжили выпуск вот этих вот разведывательных беспилотников, которые в Израиле назывались «Серчер», а в России стали называться «Фарпус». Без всякой связи с этим процессом в России в 1917 году был поставлен на вооружение ударный беспилотник, не разведывательный, а именно ударный. «Ланцет». Я принципиально придерживаюсь точки зрения, что в России за последние 30-летия не было создано никаких технологических новинок в сфере вооружения. И считаю, что всё, что они позиционируют как свои новинки, это результат эксплуатации того инженерно-технического ресурса, инженера-научного ресурса, который был накоплен в своё время в позднем Советском Союзе. Однако, никто не отменял такие факторы, как промышленный шпионаж, либо покупку каких-то технологий у третьих стран, например, у Китая. Ну, как вариант. Я не говорю, что это было куплено у Китая, просто привожу это как возможность. В любом случае, так или иначе, тем или иным способом в России в 17-м году было поставлено вооружение Ланцеп, которое никакого отношения не имеет к форпосту. Это совершенно другой летательный аппарат, то разведывательный, то ударный, то на базе израильской технологии сделан, это оригинальный российский, по крайней мере, так декларируется аппарат. И даже если визуально на них посмотреть, между ними нет абсолютно ничего общего. То есть два абсолютно разных летательных аппаратов. Соответственно, все инсинуации на тему, что Израиль продаёт вооружение России, летальное вооружение, это в лучшем случае ложь, а в худшем случае провокация сознания. А у меня по данному вопросу всё. Я вас поняла, и я считаю, что всё, что истолковано было неверно, так преподнеслось прессой. Именно вот, как вы верно заметили, с провокативной целью. Спасибо вам за это пояснение. И вы знаете, ещё забыла совершенно, что хотела вам задать вот какой вопрос. Мы с вами в прошлый раз обсуждали возможность защиты силами НАТО, укрепления польской границы, потому что события в Белоруссии вызывают тревогу. Мы с вами говорили даже о том, что, возможно, войска НАТО пересекут эту границу и войдут на территорию Белоруссии для того, чтобы освободить её, в конце концов, от узурпации Лукашенко. И также, также, с другой стороны, вот этот мятеж Вагнера тоже всё время где-то вокруг Белоруссии, будет ли, не будет, вроде какие-то фотографии, каких-то лагерей, которые вроде бы строят там в Белоруссии на 8 тысяч сейчас рассчитаны, и потом ещё на какое-то количество вот этих головорезов, террористов, бойцов ЧВК Вагнер. Ну вот, как вы считаете, на данном этапе развивается ситуация, которая до вагнеровского мятежа выглядела несколько ну иначе? А вот представьте себе на секунду вот этого хитрого, прожжённого, циничного политика Лукашенко, как бы он изменил свою геополитическую точку зрения, если бы на западных границах Белоруссии вдруг появилась современная Речь Посполитая, состоящая из полдюжины государств, может быть, он переобулся бы очень быстро, да, и провёл бы демократические выборы, вот, так что это так, немножко я пофантазировал, но, смотрите, я давно говорю о том, что нельзя сбрасывать со счетов попытку повторного штурма Киева со стороны Беларуси при сегодняшних реалиях, потому что в случае успеха подобная военная операция могла бы помочь Путину смыть весь позор и унижение военное, которое, собственно, нанесли ему ВСУ за последний год и четыре месяца, год и четыре месяца. Поэтому в данном случае не нужно надеяться на то, что из-за того, что это кажется военным отношением безумием, то, что, скорее всего, приведет к провалу и к бесконечному количеству человеческих жертв и к потерям. Но такие факторы никогда не останавливают землевский режим. Поэтому я думаю, что вашим военным нужно в этом отношении держать ухо вострок. Не исключаю, что головорезы вагнера будут переброшены в Белоруссию, в том числе и для того, чтобы использоваться как такой ударный кулак для повторной попытки атаки. И еще раз подчеркиваю, не нужно думать, что если это кажется абсолютно бесперструктивным, то Кремль не использует эту возможность. Потому что я уже давно сказал, что не будет ни одной глупости или подлости, которую за эту войну Кремль не совершит. И не надо надеяться, что Вагнер или других российских военнослужащих остановят минные поля или Белорусские болота останавливают агрессора только упорное сопротивление боеспособных частей, которые необходимо там держать для того, чтобы в случае необходимости защитить вашу столицу от повторной агрессии. Просто мы сегодня много говорим о НАТО, я вот по этому завершению нашей программы хотела вас спросить, а на сегодняшний день, просто тогда были какие-то слухи или инсайды, может быть, по поводу того, что со стороны и Польши, возможно, НАТО примет участие. Поэтому спрашиваю вновь, как вы оцениваете, вообще понимаете сам факт, что и саммит в Вильнюсе, как вы знаете, вот такое название, как бы вам сказать, из методичек КГБшных еще, Сувалкский коридор, это довольно страшные планы, которые они там давно вынашивали по поводу разнообразных выходов и дальнейших своих преступных действий по отношению к демократическим другим странам, вот это все, понимаете, оно там как-то собралось в одном сейчас каком-то даже территориально, в одном месте. То есть, в принципе, все те силы, которые хотели бы противодействовать и хотели бы, чтобы НАТО было активнее, ну, в какой-то степени, может, и добьются хотя бы того, чтобы контингент был расположен в большем количестве вот на польской границе? Ну, вы знаете, во-первых, насколько я знаю, за последние несколько недель на польской границе сконцентрировано ощутимое количество американских военнослужащих. Я информацию, которую я имею, так сказать, из первых углов. Второй момент, я не знаю, в курсе вы или нет, но как раз вот сегодня польский президент заявил о том, что в перспективе он согласен разместить польских военнослужащих в качестве миротворческого контингента на линии прекращения огня между Украиной и Россией по завершению войны. Так что, как раз сегодня позвучало это заявление, вполне возможно, что это некий такой политический демарш со стороны Польши, давление на их западных союзников для того, чтобы как-то стимулировать вопрос принятия Украины в НАТО, потому что, как мы знаем с вами, у Польши совершенно другая позиция, нежели там, допустим, у Венгрии по этому вопросу. Польша активно укрепляет свои вооруженные силы. У Польши принята программа увеличения вооруженных сил вдвое и увеличения вдвое бронетанковых подразделений, бронетанковых бригад. Так что, поляки готовятся к обороне последние там, год на три месяца очень активно. И, в общем, 20-я экономика в мире, Польша, и страна динамично развивается. Польша на сегодняшний день стала одним из центральных ведущих и важнейших государств в Европе. Так сложились обстоятельства. Вообще, Путин очень сильно пересдал карты всем игрокам. Ну, только себе оставил шестёрку. Вот на этой прекрасной ноте мне кажется, мы можем сегодня завершить нашу программу, посмотреть, чем, в конце концов, завтра закончится саммит, насколько ваши предсказания сбудутся. Ну, я думаю, что вы реалист и во многом смотрите, так сказать, без каких-то дополнительных розовых очков, так бы я сказала, в будущее. Поэтому, скорее всего, многое из того, что вы говорите, сбудется. За советы спасибо. Я сама очень рада, что Польша так усиливается. Ну, во-первых, у меня есть немного польской крови. Моя бабушка там по неким преданиям со стороны папы даже имела когда-то её семья такой титул графиня Орлиевская. Её даже так называли некоторые друзья. По вашему рыцарскому духу, я не сомневаюсь, что вы принадлежали в прошлом к польской шляхке. У меня никакого сомнения. Поэтому я за Польшу очень искренне рада. И я думаю, что, конечно, вот в усилении взаимодействия Украины и Польши находится гигантский потенциал, который в итоге, конечно же, сметёт остатки Российской империи с лица земли. Я желаю вам скорейшей победы и достойного мира. Благодарю вас, Григорий. Григорий. Григорий.